Уважаемые товарищи, я думаю, что мы приведем череду подобных совещаний, которые будут связаны с главным событием следующего года – президентскими выборами. Думаю, что сегодня это такое первое совещание, где мы основные контуры должны определить нашей работы. Именно работы, не проведение самого мероприятия президентских выборов, а работы, может быть, некий план, потому что больше решений в таком составе мы принять не можем. Какие решения мы можем сегодня принять конкретные? Сегодня нет губернаторов, нет помощников по областям, представителей правительства. Что касается общих контуров, концепции, ну, наверное, мы сегодня можем это обсудить. Осень – время подводить итоги и выстраивать стратегию на будущий год. Поэтому самая главная наша задача – достойно завершить этот год и начать следующий год. От этого будут зависеть во многом результаты президентских выборов. Приоритет – работа с людьми, деятельности всех руководителей и регионов, и местных вертикалей, и руководителей центрального звена. Мои подходы вы знаете. Людей надо слушать с людьми, нужно разговаривать и должным образом реагировать на те вопросы, которые они ставят перед нами. Ну, хотелось бы знать, какие вопросы, во-первых, являются наиболее острыми на данный момент. Второе – кворезультативность работы с такими обращениями. Именно от этого зависит и авторитет каждого руководителя на местах руководителей и власти в целом. Понятно, что на первый план у человека всегда выходят повседневные жизненные заботы. Я уже об этом говорил. Кому-то хочется крышу починить, кому-то забор поставить, кому-то чего-то не хватает в магазине и так далее. Все надо сегодня изучать, сортировать. Это всегда надо делать. И понимать, что должны мы организовать власть, а что должны сделать сами люди. Что важно, например, о ценах люди зачастую судят не по статистике, а по своему кошельку. О качестве образования по общению с конкретным педагогом, об уровне медицины по своей поликлинике, а о власти в государстве под действием отдельно взятого госслужащего, к которому они обращаются. Я намекаю на то, что все должны в этой связке работать. В целом мы на системном уровне выстроили работу с обращениями граждан. Она абсолютно, эта система доступна для любого человека. В 2022 году мы привели большой семинар по актуализации форм и методов работы с населением и изложили, доработали директиву номер 2 в этой части. Я знаю, что в регионах очень активно работают наши депутаты, представители Совета Республики, общаются много с населением и помогают людям решать конкретные вопросы. В администрации президента новые нестандартные формы работы используются и так далее. Но надо не забывать, что наиважнейший вопрос – это работа и заработная плата. Что бы мы тут ни говорили, после этих приемов я наблюдаю, вижу, когда должностные лица практически то ли передо мной по телевизору, то ли еще перед кем-то отчитываются, как важно, они поработали и что приняли. Надо не забывать о главных вопросах. В противном случае все это останется разговорами. Еще есть один вопрос, который я не собираюсь обходить. Просто интернет и другие средства массовой информации абсолютно визжат каждый день. Поток, особенно в последние недели, всякого рода инсинуации, ажиотаж возникает вокруг этого вопроса. Это дата предстоящих выборов президента. То ли американцы, то ли наши беглые даже назначили выборы уже, дату определили. Развили кучу конспирологических теорий на этот счет. Следующие выборы президента Беларуси, согласно Конституции, мы должны провести не позднее 20 июля. Вот крайний срок 20 июля, до которого мы должны провести выборы. И надо очень вдумчиво отнестись к определению дня голосования. И периода, на который ляжет электоральная нагрузка, поскольку придется отвлечь людей, трудовые ресурсы в те комиссии, которые мы будем создавать. Необходимо сделать все, чтобы ничего не нарушило привычный ритм жизни страны. Я не говорю, что будет легко. Уже пытаются раскачивать ситуацию, обрушатся новые информационные потоки, всякой грязи. Мы прекрасно видим, контролируем все, что происходит вокруг нас, за пределами нашей страны и внутри. Мы видим, что там главное для них – это получить гранты, деньги. На все им наплевать, даже на те вопросы, ради которых они, в общем-то, жить должны. Ну, возьмите вопросы так называемых политзаключенных. Ну, сколько раз сказано, у нас нет политических статей. И по политическим статьям мы никого не осудили, поскольку их нет просто. Нет политзаключенных. Ладно, но так вы боритесь за этих политзаключенных. И даже после того, когда принимались решения, а мы дважды, по-моему, уже публично, я не говорю, частные, какие-то там единичные решения. Мы приняли решения по десятку, я принимал эти решения по десяткам этих так называемых политзаключенных. Ну, радовались бы, поблагодарили как минимум. Нет, они озабочены тем, чтобы доказать самим себе и там за границей, что они внесли огромный вклад и заставили диктатора промать подобное рошение. Никто меня, во-первых, заставить не может. Это исключено. Я часто говорю с журналистами и другими, вы меня хорошо знаете. Я никогда по указке под давлением не принимал решения. Это были мои решения. Кто-то заболел, кто-то уже там на прогулки ходить не может. В отличие, как они тут бойко бродили по проспектам. Ну, всякое бывает в жизни. Ну, кто-то вообще уже опасности не представляет. Кто-то вообще одурел. Мозги повернулись у него. Он там вышел, чего-то пытался переворачивать на улицах Минска. Ну, всякое в жизни бывало. Таких людей мы увидели. Чего их там держать, кормить за государственный счет? Мы их отпустили. Они под полным контролем правоохранительных органов здесь. Так я говорю, нет, чтобы поблагодарить за то, что мы за них решили эту проблему. Нет, они не рады. Мы четко понимаем. Они не рады, что эти люди вышли. Почему не рады? Так им же американцы и другие говорят. Ребята, а вы где были? Какой ваш вклад? А никакого. Так тогда и денег нет. То есть, вы правильно заметили, особенно журналисты. Чем больше кто-то здесь будет находиться в местах не столь отдаленных, тем лучше для них. Ну, так надо об этом и открыто им говорить. Но это их проблемы и их дела. Я просто хочу, как всегда, им посоветовать. Если они хотят перевернуть страну и участвовать в президентских выборах, доказывать свою правоту или еще что-то, им надо приходить и бороться на президентских выборах. Без улицы, без пулеметов, без автоматов и без санкций. Людям надо прийти и объяснить, почему вы так заботитесь о Беларуси и почему вы воюете против нее. Почему вы планируете вооруженное вторжение на территорию Беларуси. Надо, Иван Станиславович, это все рассказать людям. Рассказать, что они там планируют и привести конкретные факты. А так мы обычно вот так в кучу все соберем и сидим над златом чахнем. Надо показать, пусть люди знают их позицию. У нас же куча материалов. Давай санкции, лохушки, латушки и прочее. Давайте санкции, давайте душить, хай яны подохнуть. У нас все это есть. Поэтому надо будет объясниться перед беларусами, почему они такую политику выстраивают накануне президентских выборов. Ну и второе, все гроши просят у Госдепартамента, у поляков, у других, в Евросоюзе. Дайте гроши им вопрос, зачем. Мы будем у сродков массовой информации тут мочить Беларусь. И мы говорим, так вы же мочили. На это денег не будет, только на вооруженное действие на территории Беларуси. Но я уже говорил, мы ждем. Мы ждем, даже можете нас не предупреждать, откуда вы зайдете и куда. Мы это хорошо знаем. Вот надо перед народом будет встать и это объяснить. Если вы хотите, чтобы, ну, хоть как-то народ вас не то что поддержал, а понимал, чего вы хотите. Поэтому мы готовы ко всему, но надо готовить наше общество, чтобы потом не ахали и не охали. Ай, что-то не так пошло, кто-то куда-то пошел. Эти выборы должны закончить формирование обновленной политической системы нашего государства. Многое уже сделано. Я имею в виду и Всебелорусское народное собрание, и подходы к нему. Но немало надо будет сделать до президентских выборов и в президентские выборы. Самое главное – выборы выборами. Мы их проводили не единожды и эти проведем, но надо готовиться по-настоящему к следующей пятилетке. С 1926 года начинается новая пятилетка, поэтому мы должны, я полагаю, так в начале будущего года привести Всебелорусское народное собрание очередное. Мы должны представить людям стратегию на пятилетку и определить основные направления нашего развития. Хотел бы сегодня эти вопросы с вами обсудить и наметить конкретные шаги уже по подготовке и проведению основных мероприятий Всебелорусского народного собрания и президентские выборы. В общих чертах общие контуры, потому что в таком составе мы решения без присутствия конкретных людей принимать не можем.